Бомбардировщик Илья Муромец и пулемет «Максим» в миниатюре. В музее Алабина собрали уникальную коллекцию реальных предметов и макетов боевых машин и оружия времен Первой мировой. Ася Кондаурова тоже прикоснулась к истории. Кровавая и жестокая, унесшая миллионы жизней и разрушившая империи. Такое осталось в истории Первая мировая война. Впервые было широко использовано оружие массового поражения. Вот легендарный Илья Муромец, первый в мире самолет-бомбардировщик. А вот пулемет «Максим». Это настоящее оружие, которое участвовало в боях. Больше всего понравились мне вот эти макеты. Я их видела только по картинкам. Оружием не менее страшным была пропаганда. Большинство населения в те годы не умело читать, поэтому основная роль отводилась к картинкам и образам. Например, на этом плакате изображены героические образы казаков. Плакаты рисовали выдающиеся детали искусств того времени, такие как Казимир Малевич и Владимир Маяковский. К столетию со дня начала Первой мировой войны в музее Алабина собрали самую полную коллекцию документов и вещей тех времен. Начинал ее еще Константин Головкин – самарский купец, меценат и краевед. Первые экспонаты принесли ему самарцы. Самарский городской музей публикует объявление обращения ко всем жителям Самары с просьбой приносить предметы различного рода. Это и письма, и солдатские медальоны, и, допустим, книжки бойца. Самара стала одним из центров тыла. Здесь было много лазаретов и пунктов приема беженцев. Самара была важным экономическим центром, который производил промышленность необходимую для фронта. Это и Самарский трубочный завод, это и завод Вываченко, который называется Чапаевский. Самара дала очень много воинских формирований. Здесь происходило, кстати, формирование воинских частей, которые потом отправлялись на фронт. Познакомиться со страницами самарской и мировой истории вековой давности можно будет до 31 октября. Ася Кондаурова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.